Приветствую! Как и обещал, снимаю видео о том решении Верховного Суда, которое касается статуса и полномочий ТЦК и СП. Подчеркиваю, что речь идет именно о решении Верховного Суда, не Конституционного Суда. И действительно, Верховный Суд признал, что ТЦК и СП, бывший военкомат, не имеют определенных прав и обязанностей. Но что очень важно, важно разобраться в вопросе, каких же прав не имеет ТЦК и СП. Для того, чтобы разобраться с этим, нам нужно обратиться в первую очередь к самому решению, а потом мы еще с вами и посмотрим действующее законодательство, чтобы проверить, ну а соответствует ли решение суда действующему законодательству Украины. Поехали! Итак, сейчас на своих экранах вы видите то самое судебное решение, это ухвала Верховного Суда. Обратите внимание, да, что все-таки Верховный Суд, хотя пошла там некая дезинформация в сети, что Конституционный Суд. Нет, не Конституционный, Верховный. Итак, в чем здесь вопрос? Вопрос был в том, что к Верховному Суду Ивано-Франкивские мески ТЦК и ТСП подано кассационную скаргу. То есть городской ТЦК и ТСП обратился в Верховный Суд с кассационной скаргой. И соответственно, что решил Верховный Суд? Да, Верховный Суд в первую очередь разбирает вопрос, а у тебя есть вообще полномочия? Ты можешь обращаться в суд? И вот здесь Верховный Суд говорит, что, когда мы начали проверять, то установили, по сути, что у едином Державном Реєстре юридичных осіб, физических осіб-предприемцев и громадских формований отсутні відомостей щодо юридичної особи Ивано-Франківский міський территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Знаете, многие мне писали, что ты что, не знаешь, что ТЦК и ИСП – это юр особи? Ну вот, друзья, почитайте, что пишет по этому поводу суд. Почему суд так решил? Да, ну, во-первых, суд взял вот этот номер и проверил по вот этому номеру. А есть ли в Реестре такое юридическое лицо? И суд говорит, такого юрлица нет. Дальше суд говорит, что ТЦК и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, мест Киева и Севастополя есть юридичными особами публичного права, имеют самостейный баланс, регистрационные рахунки в органах казначейства. А районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки есть подразделами соответствующих территориальных центров комплектирования и социальной поддержки Автономной Республики Крыма, областей, Киева и Севастополя. И ссылается Верховный суд на положение про территориальные центры комплектирования и социальной поддержки, которое подтверждено постановой Кабмена в 2022 году. О чем идет речь? На что нужно обратить внимание? Первое. Суд говорит, что в соответствии с положением ОТЦК и СП юридическими лицами публичного права являются только ТЦК и СП, АРК, областей и городов Киева и Севастополя. А районные ТЦК и СП являются видокремленными подразделами. То есть в реестре юридических лиц не может быть такого ТЦК и СП, как Ивано-Франківський міський ТЦК и СП. По одной простой причине он изначально не является юридическим лицом. Он является видокремленным подразделом. Здесь, конечно, вы мне можете сказать, стоп, у тебя же написано районне, а Ивано-Франківський міський. Если мы посмотрим положение ОТЦК и СП, то мы увидим, что в этом плане и городские, и районные, они имеют одинаковый статус. Видокремленный подраздел. Чтобы понимать, друзья, если мы откроем с вами реестр, вот, да, видим сайт Минюстиции и вот этот самый единый державный реестр юридичных осіб, физичных осіб, підприємців та громадських формувань, то мы вот здесь с вами увидим, что, вот видите, видокремленный підрозділ, вот здесь можно выбрать. То есть можно юридичну особу искать, а можно видокремленный підрозділ юридичной особы искать. К сожалению, не работает реестр, поэтому сейчас мы поискать не сможем и не увидим. Главное, поймите суть, Ивано-Франковский, вот этот МТЦК, он не может быть юрлицом изначально, у него нет такого статуса. Поэтому его и нет в реестре, как юрлица, ну, что вполне логично. Дальше, что пишет суд? Суд, здатність особисто здійснювати цивільні процессуальні права та виконувати свои обов'язки в суді, цивільно-процесуальна деиздатність, мають физичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи. Соответственно, суд говорит, что только юридическое лицо может иметь права и обязанности в суде. И это соответствует законодательству. То есть, если мы откроем с вами гражданский процессуальный кодекс, вот мы видим, это 47-я статья, вот она. Здесь, да, так и написано, что цивільно-процесуальна деиздатність, вона належит только физичным и юридичным особам. Все. Відокремлений подрозділ не має цієї деиздатности. Но, обратите внимание, что же такое цивільно-процесуальна деиздатність? Ціздатність особисто здійснюваты цивільні-процесуальні права, та виконуваты свої обов'язки в суді. Вот это очень важно для понимания сути этого судебного решения. То есть суд не говорит о том, что ТЦК і ЕСП не имеют полномочий. Нет, не об этом решение суда. Решение суда о том, что ТЦК і ЕСП, как видокремлений підрозділ, не может, не имеет прав в судебном процессе, как сторона по делу. Он не может выступать стороной по делу. Он не имеет этих прав именно в суде. То есть при рассмотрении судебного спора должен стороной выступать кто? Областной ТЦК і ЕСП. Все. Друзья, давайте еще раз обратим внимание на то, что в данном судебном решении суд сказал, что ТЦК і ЕСП, районный ТЦК і ЕСП, и этот, и по сути любой другой, то есть если какой-то другой пойдет в суд, у него будет та же самая история, не имеет прав в суде. То есть он не может выступать стороной по делу в суде. Но это не значит, что этим решением суда признано, что у ТЦК і ЕСП вообще нет полномочий, как некоторые это трактуют и подают. Нет, это не касается полномочий ТЦК і ЕСП по призыву там, по раздаче повесток, по организации там прохождения ВЛК, воинского учета. Нет, это не касается вот всех тех полномочий, которые нас беспокоят во время военного положения и мобилизации. Не касается это решение суда, оно, еще раз повторюсь, касается только прав и обязанностей ТЦК и ЕСП в рамках исключительно судебного процесса. Вот там нет. Там, если мы подаем иски, это в принципе знает любой юрист. Иск подается к юридическому лицу. Юрлицом является областной ТЦК. Да, мы можем там привлекать и указывать, упоминать в своих исках, в иных заявлениях по делу ТЦК и ЕСП районный, но ответчиком у нас всегда будет областной ТЦК и ЕСП. Поэтому, друзья, в этом плане, по сути, ничего нового не произошло. Это решение суда ничего нового не создало. Это все давно известно тем из вас, кто открывал, собственно говоря, эту постанову про статус ТЦК и ЕСП. Все это давно знали. Ничего нового здесь не произошло. И ТЦК и ЕСП, как и дальше, будут реализовывать свои полномочия по организации призыва во время военного положения и мобилизации. Друзья, если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой Телеграм-канал. Напоминаю, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.